Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в грибном канале Крылатской и снимаем специальный выпуск. Это пятый юбилейный сезон Кубка чемпионов по плаванию. Поехали! Оглянись, посмотри, сколько народов. Все довольны, всем нравится. Всегда теперь с удовольствием ребятам рекомендую, потому что все всегда хорошо. Есть праздник, есть медаль, что очень важно для нас, любителей. Дистанция 5 километров такая специфичная. Если они готовятся, то сдуваешься под конец. Как я. Ты понимаешь, о чем я говорю. Ты вообще очень популярный в YouTube-среде. Я не мог с тобой просто лично не познакомиться. Прекрасно. Я ждал, когда быстрее закончится. И вот он и закончился. И, как раз, и не я один был такой. И вот он и закончился. Ребята, конечно, очень быстрые. Но ничего, результатом довольны. Женя, твой пятый юбилейный сезон. Скажи, пожалуйста, как вообще проходят соревнования? Ну, пока все идет по плану. Да, все хорошо. Погода сегодня нас радует. Да, ветерок, конечно, сильный, но ничего страшного. Оглянись, посмотри, сколько народов. Все довольны, всем нравится, поэтому здорово. Как вода? Из-за ветра вчера было 20, а сегодня с утра 18 и еще чуть-чуть упало. Поэтому там 17,8, 17,9. Ну, все равно для открытой воды отлично. Сколько у нас зарегистрированных в этом году? 850 участников. У нас лимит. Лимит выбрали на прошлой неделе, поэтому жестко, да. А самая массовая какая? Миля. Миля стандартная. Мы даже подумаем, что, наверное, все-таки милю надо выделять в отдельный заплыв. Сделать его в мае, как по традиции. А на июнь уже перекидывают все длинные, короткие дистанции. Потому что на милю большинство и слотов не хватало. И реально тысяча человек только на одну милю приглашаются. Милей нужно открывать сезон и делать ее, наверное, единственную дистанцию. Да, да, нужно ее единственную. Потому что вот это размытие, да, и люди не все готовы плыть и пять еще в начале сезона, и тысячу. Ну, в общем, думаем о том, чтобы поменять. Женя, это очередной крутой твой старт. Я тебя поздравляю. Ира, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, что для нашего проекта, в котором я тоже принимаю самое непосредственное участие, Кубок Чемпионов в Крылатском. Ну, Кубок Чемпионов – это знаковый старт и серия стартов, потому что, во-первых, мы открываем сезон в Москве. Это всегда круто. Я сама несколько лет назад принимала участие и была потрясена организацией. Всегда теперь с удовольствием ребятам рекомендую, потому что все всегда хорошо. Есть праздник, есть медаль, что очень важно для нас, любителей. Есть, ну, какая-то всегда забота и поддержка. Поэтому для нас это знаковое событие, открытие сезона. Те, кто готовится на длинные программы, у них пробы открытой воды. В общем, это много, что значит. На твой взгляд, сколько у наших сегодня было, принимало участие? Ну, порядка ста человек, мне кажется, в целом. Может, даже больше. Куда едем в следующий раз? Плывем? Плывем. Ну, сейчас Босфор же самое такое. А, нет, ребята, Орту плывут. В июне. В этом году много, а потом Волгу. А в России? В России Волга. В России Волга. То есть в следующий раз встречаемся в Нижнем Новгороде. Наверное. Да? Круто, буду рад тебя там видеть. Спасибо. Прекрасно. Я ждал, когда быстрее закончится. И вот он и закончился. И как раз и не один был такой, да. И вот он и закончился. Ребята, конечно, очень быстро. Ну, ничего, результатом довольны. Дима, как вообще прошла дистанция? Дистанция прошла хорошо. Дистанция 5 километров такая специфичная. Если они готовятся, то сдуваешься под конец. Как я. Ты понимаешь, о чем я говорю. Поэтому я готовлю сейчас на Босфор. Хочу там что-нибудь выиграть в Абсолюте. Занять там призовые места. Ну, топ-5 это минимум. Абсолютно. Поэтому здесь достаточно хорошо. Задачу выполнен, даже перевыполнен, проплыл лучше, чем планировал. Босфор. Сейчас вылетаем на Орту в Италию. Там поплывем. Да, у нас там будет кемп. Да, мы организуем кемп для учеников, соответственно, подводящий к соревнованиям. Сколько учеников у тебя сейчас в школу насчитывается? Ну, около 100. Сколько сегодня участвовало в заплыве? Ну, почти половина. Да? Это очень круто. Что нам необходимо, как коллегам, которые знают школу изнутри, которые готовят любителей к открытой воде, сделать еще? Какое сверхусилие нужно еще сделать, чтобы о нас больше узнало? Чтобы больше людей полюбило открытую воду, выходило тренироваться на открытую воду? Я думаю, ты правильным делом занимаешься. Я думаю, максимально освещать, вовлекать людей, давать рекламу. Ну, вот, а так остальное мы уже, в принципе, все делаем. Открыли школу, развиваемся, привлекаем людей к заниматься здоровым образом жизни. Круто, Дим, спасибо тебе, удачи тебе в будущем стартах и твоим ученикам. Увидимся, спасибо тебе тоже. Никита, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, для тебя Кубок Чемпионов, как ты мне уже признался, место особое. Расскажи, пожалуйста, про свой первый опыт, да, и как вообще все это было, с чего все начиналось. Ну, на самом деле, Кубок Чемпионов на сегодняшний день, это не секрет, что один из самых массовых заплывов в России. Вот, и я помню, буквально пять лет назад, сегодня пятый год, когда я здесь, он начинался с 300 человек, а сейчас уже участвует, наверное, больше тысячи. 850 же. 850 человек, ну, то есть, 300 человек, это вообще горошина, по сравнению с тем, что здесь сегодня в Крылатском. Думаю, это очень здорово, это здоровит и нереально интересно, что все больше и больше людей начинает плавать, выступать. То есть, это очень круто. Никит, скажи, сколько у тебя учеников сегодня принимало участие? Мы пытались всех собрать, мы пытались всех посчитать, но я думаю, что в районе 30 человек, наверное. Про школу, про свою, расскажи, пожалуйста, как вообще строится система обучения у тебя в школе? На самом деле, у нас есть методика, которую мы написали, я начал ее писать, команда нам помогла, мы получили на нее авторство в России, получили авторство в США, и просто, я не знаю, как объяснить, что мы делаем необычного, но мы каждый месяц прибавляем, примерно 5-7% у нас идет рост, мы просто делаем, в первую очередь, это все в кайф. Это слагаемое успеха, да? Это номер один. Ни в коем случае, ни в коем случае нельзя людей заставлять. А если человек пришел, ему комфортно, он поплавал, поупражнялся, поделал специальные упражнения, вышел, кайф. И жена сразу любимая, и работа хорошая, и финиширует, получает медаль. Вот это самая главная концепция нашей школы, которая, я считаю, дает нам такой результат. Это очень круто. Крутой. Крутой. Круто. 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 Очень круто. 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 Круто.